Что такое новогоднее чудо, жители Московского района ощутили в полной мере. Настолько ярко и красочно выглядели центральные улицы района. Ажурные светящиеся композиции, большие шары, гирлянды, мишура на новогодних красавицах словно вторили. Живите с чувством праздника в душе, ведь красота вокруг вас. Креативно подошли к оформлению зданий предприятия. Каждый постарался внести свою лепту в общую красоту. Причем доля конкуренции друг с другом здесь присутствовала. Радует то, что руководители, в том числе предприятий, частных подворий, вкладывают свою душу в новогоднее оформление и таким образом делают пример для других, скажем, руководителей предприятий, учреждений, организаций, жителей города, что необходимо, в Новый год мы ждем какое-то чудо и сказки, чтобы это дальше было. Было бы стыдно, наверное, нашему предприятию, если бы мы свое предприятие украсили хуже, чем город. Все же мы основное предприятие, которое украшает весь город. Поэтому мы стараемся и свое предприятие украсить, нести изюминку какую-то, что-то новое придумать. Такое участие предприятий в общем новогоднем оформлении – это проявление социальной активности, что сегодня особенно важно и нужно. В торжественной обстановке заслуженные награды были вручены самым интересным проектом оформления по номинациям. Отдельная награда – благодарность компании «Савушкинпродукт», который особенно креативно подходит к оформлению прилегающей территории и парка мира уже не один год. Ярко и современно. Лидерами среди промышленных организаций по оформлению стало предприятие «Брежилстрой», среди объектов социальной сферы – Центр молодежного творчества. Традиция на нашем предприятии – всегда чем-то красивым, достойным встречать новый год. Это заложено уже давно, но сегодня, когда идет юбилей нашего предприятия, когда 50 лет «Брежилстрой», конечно, хотелось сложить душу, хотелось все это сделать для наших работников. В первую очередь для того, чтобы показать, какие мы сильные, какие мы красивые, какие мы достойные. Сегодня была создана специальная программа, выделены специальные специалисты в этом направлении, и у нас все получилось. И сегодня мы делали не только для наших работников, мы делали для работников нашего города. Это тысячелетие, вот эти эмоции, вот это вдохновение, которое было у нас и лично у меня. Мы не думали о первом месте, мы думали, что было лучше всех. В 2019 году была модернизация, в том числе фасадов здания, и, конечно же, мы уделили внимание освещению, подсветке, декоративной подсветке нашего любимого центра молодежного творчества. И благодаря, в том числе и нашим архитекторам, и подрядной организациям, которая выполняла работы, но удалось, так сказать, взять такую середину творческую, чтобы это было интересно именно для жителей города. Конечно, мне приятно, что сегодня учреждение отмечено в Московском районе такой высокой наградой. Ну и, конечно, отдельная категория частного домовладения. Дом Марины Катаевой в предместе Стимова получил почетное первое место. Полная неожиданность для нас, вот еще что приятно, мы только заселились в этот дом, это первый Новый год наш, и такой еще сюрприз, такой подарок получается. Новогодние рождественские праздники завершились, и руководители предприятий и организаций уже задумались над тем, что же нового привнести в праздничное убранство любимого Бреста на следующий год. Но то, что это будет что-то интересное, сомневаться не приходится. Стимул побеждать уже есть.